Продолжаем выпуск. В Архангельской области завершаются тренировки парашютистов пожарных. Специалисты подразделения ЕЛЦ сдают экзамен по теории. Нормативы по физподготовке отрабатывают спуски с вертолета и прыжки с самолета Ан-2. Также инструкторы провели испытания 52 новых парашютных систем Лесник-3. Наблюдал за одной из тренировок мой коллега Александр Богданович. В аэропорту Васькова сегодня особенные пассажиры. Инструкторы парашютно-десантной службы ЕЛЦ. Задача испытать 52 новые парашютные системы Лесник-3. Опытнейшая команда проверяет каждый ранец. Все должно быть собрано до мельчайшей детали. Все, купол к работе готов. Выход на посадку и все занимают места в самолете 2-го Архангельского объединенного авиаотряда Ан-2. Как ощущения? О! Ощущения отличные! Начинаем работу! В помощь инструкторам погода. Небо ясное, а земля в иллюминаторе как на ладони. Курс в сторону деревни Левковка, где базируется учебный центр Единого лесопожарного центра. Ветер у земли 3-4 метра в секунду. Раз, четыре! Да. Да. И вот в небе появился самолет Ан-2. Сейчас он выбирает траекторию, чтобы парашютисты-десантники смогли совершить прыжок. На учениях высота 1000 метров. Каждому необходимо попасть именно в это место. Если пролетел мимо, не зачет. Первый пошел, и один за другим пожарные парашютисты покидают самолет. И, как говорят в этой профессии, приземление в ноль, то есть нормальное. С каждой новой парашютной системой инструкторам предстоит прыгнуть по пять раз. Проверялось, во-первых, открытие, во-вторых, как он работает. Разворачивается на 360 градусов. Первое упражнение, в дальнейшем другие будут. Условия для, ну, созданы для прыжка, там, на высоту будем ходить, чтобы разогнать его там в течение 13 секунд, испытывать свал, проверить так называемый, как он будет работать перед землей, чтобы потом правильно ребята тормозили. После испытаний парашюты «Лесник-3» передадут в подразделения лесопожарного центра. И уже в этом году их задействуют в работе. Парашюты хорошие, открываются отлично. Сейчас проверяли управляемость, налево-направо развороты, приземление. Нормально, хорошо работает. Также специалисты отмечают, что парашютные системы «Лесник-3» позволяют выполнять прыжки на ограниченные площадки приземления, находящиеся на высоте до 2,5 тысяч метров над уровнем моря и с точностью приземления на них. У нас происходит постоянное обновление парашютных механизмов, парашютных систем для того, чтобы все парашюты были надежны. И это, конечно, техника безопасности, все соответствует нормами. И каждый год производится плановое выбытие и плановое поступление новых парашютов. Потому что это весьма опасное дело, и, собственно, наши сотрудники должны иметь полную гарантию, что они имеют безопасное устройство. Также в Едином лесопожарном центре сейчас тренируются 20 специалистов архангельского подразделения. Каждому необходимо сделать 12 прыжков. Всего к пожароопасному сезону 2023 года в подготовку пройдут 150 парашютистов пожарных со всей области. Александр Богданович, Евгений Зыков, Ольга Красулина. Регион 29. Евгений Зыков, Ольга Красулина.